В эфире первого мытищенского информационная программа «День» в студии Алина Савыш. Здравствуйте! Все выходные мытищенцы обсуждают видео, на котором пожарная машина с трудом проезжает к месту возгорания. Сняты эти кадры в районе ЖК Ярославский на улице Борисовка. По словам местных жителей, подобные случаи возникают часто. С одной стороны, можно винить в этом компанию застройщика, которая сделала слишком узкие дороги. С другой – неправы сами водители, которые беспорядочно оставляют машины на проезжей части. Вот что по этому поводу нам рассказали сотрудники отдела надзорной деятельности по городскому округу мытищем. В основном данная проблема возникает в густонаселенных районах новой застройки с повышенной этажностью. Тем не менее, застройщикам при планировке, как правило, соблюдаются требования пожарной безопасности, а именно ширина устройства проезда. Она должна быть от 3,5 до 6 метров в зависимости от этажности здания. Вместе с тем, в связи с отсутствием достаточного количества парковочных мест для личного автотранспорта, владельцы автомашин, ну, как правило, жильцы этих же домов, паркуют свои автомобили непосредственно на проезжей части. И зачастую с двух сторон, либо на поворотах. Хотелось бы обратиться к владельцам автотранспортных средств с просьбой о соблюдении требований дорожного движения, требований пожарной безопасности при установке своего личного автотранспорта на парковку, на придомовых территориях, в том числе на проезжей части. Стоит помнить всегда, что пожарный автомобиль может следовать непосредственно к вашим родным, либо близким. И ваш автомобиль лично не может помешать, оказать помощь вовремя. В этот раз обошлось без серьезных последствий. Возгорание мусора на улице рядом с многоэтажными домами было оперативно ликвидировано. К слову, из-за большой запаркованности проблемы возникают и с вывозом мусора с контейнерных площадок, а также с уборкой снега при дворовых территориях. Тема запаркованности дворов для крупных городов особенно актуальна. Нередко возникают подобные случаи, когда автомобили мешают пожарным машинам, каретам скорой помощи и другой спецтехники. Найти решение этой проблемы мы попробовали в социальных сетях. Сегодня мы запустили традиционный опрос. По его результатам удалось выяснить, что 47% опрошенных хотят видеть в своем дворе дополнительный паркинг. 41% считают, что в данном случае можно не думать о целостности припаркованных машин, поскольку жизни людей важнее. Еще 6% предложили наказывать водителей штрафами. Столько же думают, что это проблема пожарных. А сейчас коротко о том, что еще попало в поле зрения журналистов. Ситуация с коронавирусом, работа коммунальных служб и меню школьников. Главное с ВКС губернатором. С точки зрения поступивших и тех, кто выписался, мы имеем минусовой баланс. Вместе с тем ситуация требует внимания. Снежное королевство или как убирают снег в мытищах. Госадом технадзор провел внеплановый рейд. Замечания по зимнему содержанию, а именно пешеходная дорожка. Безопасность детей во дворе. Сотрудники ГИБДД напомнили мытищенцам правила. Перед тем, переходить дорогу, что нужно сделать? Надо смотреть, горит красный свет или зеленый. Конечно. Смотреть по сторонам. Молодец. Воспитатель года 2022. Кто претендует на звание лучшего? Андрей Колосов познакомился с конкурсантами. Особое внимание мы уделяем в нравственной категории. Это как трудолюбие, уважение к людям. Соблюдаем традиции. Где пройдут крещенские купания? Посмотрим, сколько в этом году будет желающих отметить праздник Крещения Господня именно в храме и здесь, на Клязьминском водохранилище. В Подмосковье за сутки выявлено более трех тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это в четыре раза больше, чем в начале января. Ситуация требует особенного внимания. Сегодня ее прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Есть один особенный момент. Он заключается в том, что люди, которые привиты, а таких уже большинство, болеют омикроном чаще всего дома. Но вместе с тем для нас, для нашей системы здравоохранения крайне важно, чтобы все необходимые услуги, внимание, поликлинического звена были доступны жителям. Но за прошедшую неделю госпитализация не выросла. С точки зрения поступивших и тех, кто выписался, мы имеем минусовой баланс. Вместе с тем ситуация требует внимания. Также требует внимания ситуация с обильными снегопадами. За эту зиму в регионе уже выпало почти 120 сантиметров осадков. Увеличилось и количество обращений на 120%. Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. В правительстве региона разработали систему оценки по пяти направлениям контроля. Мытища в этом рейтинге пятые. Округ в зеленой зоне. Худшим образом организована работа в городском округе Шатура. По всем пяти направлениям мы видим максимальный балл за некачественное содержание. Следом Волоколамский, Коломенский, Луховицы, Можайский, Чехов, Броницы, Пушкинский, Русский и Солнечногорск. Коллеги, тема зимнего содержания очень чувствительна для жителей. И важно вам, мы всегда готовы предложить свою помощь, разобраться в причинах и кардинально поменять качество содержания. Ведь двор – это первое, куда утром выходит житель. И важно, чтобы было комфортно как проехать, так и пройти. В связи с этим в ближайшее время по всей области пройдут контрольные выездные проверки территорий, а также инвентаризация техники управляющих компаний. Невозможно все сразу почистить, здесь не должно быть иллюзии, мы не должны себя обманывать. Но включить максимальный режим мобилизации, уважаемые коллеги, это наша задача. А вот количество обращений, касающихся образования, выросло на 700%. Это связано с темой, которая обсуждалась всю прошлую неделю. Речь о введении в меню пельменей. Правительство получило обратную связь о качестве питания. Опросы показали, что некоторые жители региона недовольны едой и ценой школьных обедов. Также сегодня говорили о подготовке к крещенским купаниям. Всего в области будет обустроено 230 мест. Планируется, что окунуться в купелях смогут порядка 260 тысяч жителей Москвы и региона. К этой теме мы еще сегодня вернемся. В связи с увеличением числа заболевших, Московской области усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Маска обойдется дешевле, чем штраф, а ее отсутствие может стоить другому человеку жизни. На станции Мытыща прошел рейд по проверке ношения масок в автобусах. Участие в нем приняли сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья, волонтеры и представители транспортного управления округа. Если у кого-то нет, я выдам вам маски. У всех есть? Проводятся рейды АПИ. Штраф 5000 рублей. Пожалуйста, граждане, будьте внимательнее к своему здоровью. В Мытыщах добровольцы каждый день раздают маски людям в автобусах, на остановках и вокзале. Волонтеры помогают пассажирам заботиться о здоровье. Однако маски в общественном транспорте носят не все. Одни забыли, другие спустили на подбородок, а кому-то просто не хочется соблюдать меры защиты. Здравствуйте, а почему без масочки? Да нет маски. Ну, а приобрести и купить, вы же знаете, что нельзя без маски находиться. Это штраф 5000 рублей, молодой человек. Ну, тогда будьте добры, в ваш документ, удостоверяющий личность, будем выписывать вам штраф административный. 5000 рублей. Но штраф – это крайняя мера. Сначала инспекторы просят пассажира надеть ее или поправить. Также в ходе рейда провели контроль за соблюдением эпидемиологических норм в салонах общественного транспорта и в общественных местах. В целях предотвращения распространения инфекции автобусы, используемые для перевозки пассажиров, такси, а также объекты транспортной инфраструктуры и электропоезда, проходят ежедневно санитарно-уборочные работы с применением дезинфицирующих средств. С момента введения масочного режима в общественном транспорте Подмосковья привлечено к административной ответственности более 25 тысяч пассажиров на общую сумму свыше 125 миллионов рублей. Отметим, что большинство пассажиров надевают маски по требованию инспекторов или волонтеров, а не по собственному желанию. Продолжаем выпуск. Сегодня, как мы уже говорили ранее, губернатор Андрей Воробьев попросил уделять пристальное внимание уборке дорог и тротуаров. Контроль за работой управляющих компаний и подрядными организациями ведут специалисты Госадомтехнадзора. Внеплановый рейд показал, что некоторые тротуары, пешеходные дорожки и детские площадки от снега и наледи не очищены. Андрей Колосов продолжит тему. Добраться до своей машины теперь можно в два раза быстрее, потому что на этой пешеходной дороге отсутствует асфальт и есть приличная наледь, которую мы сейчас испытали. Жалобы жителей Мытища растут так же стремительно, как и снежные горы во дворах. Выход на улицу превращается в настоящую проблему. Сложности начинаются уже при выходе из подъезда. Снежную зиму, как никто другой, уже почувствовали жители домов по улице Юбилейной. Зачастую они рассчитывают только на свои силы. Приходит с собой лопату возить, все, очищать. Утром выходишь, нечищен даже с подъезда. Я вот выхожу, сколько, 15 минут шестого. Перед подъездом нечищен вообще. Ну вот смотри, все занесено. Вот как выезжаешь, сейчас лопату берем и очищаем. И похожая ситуация во многих дворах, говорят сотрудники Госадомтехнадзора. В день приходят сотни жалоб и проверяются десятки адресов. Только на этой улице Юбилейной зафиксировано сразу несколько нарушений. И уже здесь видим замечание по зимнему содержанию, а именно пешеходная дорожка вдоль автомобильной стоянки. В отношении обслуживающей управляющей организации будут приняты меры административного воздействия с наложением административного штрафа. Административная ответственность для юридических лиц от 15 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Сумма штрафа не маленькая. Подрядные организации стараются оперативно исправить все недочеты в срок. В среднем на устранение последствий снегопада даются сутки. У сотрудников Госадомтехнадзора есть целый список организаций. В нем как добросовестные исполнители, так и те, кто в черном списке. Следует отметить в лучшую сторону управляющая компания «ЭУК Новая Медведкова», которая обслуживает дома в 17-м микрорайоне. А в худшую следует отметить УК «Регион» за ненадлежащее содержание веренной территории. У них вообще разные есть территории. Там у них есть муниципальный контракт. Там и 9-й, и 8-й микрорайон городского крупного мытища. И непосредственно улица Юбилейная, где мы сейчас с вами находимся. С начала года в мытищах выявлено более 100 нарушений зимнего содержания территорий. Они поэтапно устраняются. Андрей Колосов, Андрей Капустин. Первый мытищинский. Дворы давно перестали быть местом безопасности. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья, сугробы, гаражи создают для водителей так называемые слепые зоны. В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции совместно с активистами движения «Молодая гвардия» напомнили мытищинцам о правилах безопасности во дворе. Перед тем, что переходить дорогу, что нужно сделать? Надо смотреть, горит красный свет или зеленый. Ай, конечно. Смотреть по сторонам. Молодец. Саша и Таня – ученики начальной школы. Но о том, что дорога – это место повышенной опасности, они знают еще с детского сада. О том, как нужно себя вести на пешеходном переходе, во дворе и на детской площадке, им регулярно объясняют родители. Не забывают ребята и базовые правила дорожного движения. Если желтый, то приготовься. Зеленый, красный – стой. Никуда не едь. Зеленый – едь. И иди. Какой должна быть скорость автомобиля во дворе и как себя нужно вести возле дома пешеходам? Это в очередной раз напомнили жителям округа сотрудники госавтоинспекции в рамках акции «Безопасный двор». Сегодня для водителей мы будем оставлять на ручках дверей дорхенгры с предупреждением о правильном поведении в зимний период. А для жителей микрорайона мы побеседуем о правилах дорожного движения, раздадим также листовки тематические, может быть, отражатели. Для того, чтобы предупредить, рассказать, напомнить о том, что во дворах также есть дорожные ловушки, к которым можно попасть. Помимо общих знаний о правилах поведения на дороге у детей, важную роль играет личный пример. Дисциплинированное поведение родителей способно не только предотвратить ДТП, но и на практике показать, как детям нужно себя вести на проезжей части. У меня трое детей, и я хочу сказать, что даже когда ты подаешь положительный пример всячески детям, я бы посоветовала даже не родителям скорее, а вообще водителям всегда ездить с малой скоростью в дворах, то есть вот в этой зоне, потому что дети, как за ними не смотришь, они все равно выбегают. Заметить ребенка в зеркало заднего вида практически невозможно, поэтому внимательность автомобилистов во дворе должна быть на пределе. Напомнить водителям правила решили и представители молодой гвардии. Сейчас период такой опасный, очень часто, как мы видим, идут метели, снегопады, и при домовых территориях, на улочках, на этих узких, паркуются часто машины, неудобно чистить снег, соответственно, и создается такая аварийная обстановка, где можно элементарно просто не увидеть человека и, к сожалению, нанести какие-то увечья. Сотрудники ГИБДД и представители молодой гвардии продолжат профилактическую работу и в других дворах округа. Алина Савож, Денис Петров, Первый Мытищинский. Более 40 адресов газифицированного Мытищих в рамках президентской программы «Социальная газификация». Об этом представители Мособлгаза сообщили на еженедельном штабе в администрации округа. Напомним, этот проект был запущен в июле прошлого года. Он позволяет жителям газифицированных населенных пунктов Подмосковья подвести голубое топливо к границам своего участка бесплатно. Ознакомиться с графиком проведения работ и задать интересующие вопросы можно на сайте Мособлгаза. 19 января православные христиане отметят один из самых древних церковных праздников – Крещение Господне. По традиции, в ночь со вторника на среду пройдут крещенские купания. Для этих целей в округе будут организованы четыре специализированных площадки. На одной из них сегодня днем побывала моя коллега Юлия Федориненко. Мы сейчас находимся в селе Троицком на побережье Клязьминского водохранилища. Здесь организована будет буквально в считанные часы одна из основных площадок для купаний в Крещенскую ночь. Всего на территории округа таких площадок будет четыре, но это именно основная. И здесь необходимо, как и на других объектах, обеспечить максимальную безопасность. Есть ряд пунктов, которые обязательно необходимо выполнить, для того, чтобы все прошло безопасно. Начиная от того, что необходимо подготовить подъездные пути, чтобы все желающие смогли без проблем подъехать к месту купания. Необходимо организовать парковку. Собственно, это уже сделано. Завтра еще раз будет дополнительно от снега, так как он идет уже сутки, расчищены все подъездные пути. Кроме того, будет организовано здесь на береговой части места для переодевания, горячий чай, туалеты и все необходимое для комфортного переодевания. В составе рабочей группы, которая сейчас работает на месте, есть представители администрации, представители МЧС, спасатели, священнослужители. Сейчас мы все подробно узнаем у руководителя группы, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Алексея Калинина. Завтра здесь уже с 18 часов будут дежурить сотрудники полиции. Планируется привлечь их более 20 человек, 12 человек ГИБДД, которые будут организовывать движение транспорта здесь, особенно в пик нагрузки. Конечно же, основная задача касается наличия спасателей. Четыре спасателя будут дежурить. У нас будут волонтеры, казаки, шесть человек будут для того, чтобы обеспечивать проведение этих праздничных мероприятий. Ну а как будут организованы праздничные богослужения, а также во сколько необходимо прийти в храм в селе Троицка, нам рассказал его настоятель, отец Владимир. Богослужение начнется в 24 часа, в ночь с 18 на 19. И примерно закончится в 2.30 вместе с водосвятным молебном. Затем будет крестный ход непосредственно сюда к купели. Освещаем купели и начинаем погружаться. Ну а если кто-то нетерпеливый, могут приехать пораньше. Добавлю, что в прошлом году здесь же, в селе Троицком, было более 6,5 тысяч мытищенцев и гостей округа, которые принимали участие в праздничных богослужениях. Ну посмотрим, сколько в этом году будет желающих отметить праздник Крещения Господня именно в храме и здесь, на Клязьминском водохранилище. Клязьминский водохранилище. Все эти качества закладываются с детства. На конкурсе «Воспитатели года» поднимаются самые острые темы. Педагоги демонстрируют свое мастерство и методики обучения. Участникам конкурса предстояло ответить на самый важный вопрос. Современный педагог – дошкольник. Проблемы и перспективы профессионального развития. Их немало. К примеру, как развивать музыкальные способности у детей. Я предложу участникам мастер-класса посмотреть на игрушки. У каждой игрушки есть свой домик. В каждом домике звучит музыка, соответствующая характеру этих персонажей. Шесть мастер-классов. Путешествия с техникой оригами. Комплексный подход к профилактике и коррекции речи у детей. Преобразование логических игр. Методы работы по профилактике дискалькулии. Это когда ребенок не способен изучать арифметику. И одна из самых актуальных тем не только для детей, но и взрослых. Формирование финансовой культуры у детей старшего дошкольного возраста. Я считаю, что формирование финансовой культуры целесообразно начинать именно в дошкольном возрасте. Так как это возраст, когда формируются азы будущего финансового здоровья. Особое внимание мы уделяем в нравственной категории. Это как трудолюбие, уважение к людям, взаимопонимание, поддержка. Педагоги показали высокий уровень профессионализма, владение современными педагогическими методиками и творческий подход. Конкурс «Воспитатель года» всегда открывает новые возможности и стимулирует педагогов. В процессе таких конкурсов являются лучшие педагоги, лучшие воспитатели образовательных учреждений, которые впоследствии представляют на конкурсе наш округ. Итоги муниципального этапа подведут в конце января. Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Мытищинский. В Подмосковье стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». У жителей области есть возможность сдать свое новогоднее дерево в специализированные пункты приема для дальнейшей переработки. Мытищинцы могут это сделать на двух площадках. На территории центрального парка рядом со входом Шараповской улицы, а также напротив дома 48, корпус 4 по Олимпийскому проспекту. Всего на территории Московской области будут работать 215 пунктов приема. В дальнейшем древесину используют для производства почвогрунтов и фанеры. А также полученные щепки применят при высадке новых елей в рамках областных акций «Лес Победы» и «Посади свое дерево». Пункты приема будут работать до 15 февраля. Утро в сосновом бару, рожь и корабельная роща. Творчество Ивана Шишкина обсуждали в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Поводом для встречи стало 190-летие русского живописца. Откуда в его творчестве появился русский лес, вообще корни, все просто из детства, из его родного города Елабыки. И все это закручивается, заверчивается судьба художника, судьба русской живописи пейзажной, потому что ведь его называют столпом русской жизни, верстовым столпом русской пейзажной живописи. Гости творческого вечера услышали рассказ о жизни художника, который сопровождался презентацией его известных картин. Полотна Шишкина известны многим еще со школьной скамьи. Среди русских пейзажистов Иван Шишкин по праву занимает первое место. Я пришла просто повосторгаться и услышать то, что словами можно высказать о картинах. Потому что я природу очень люблю, обожаю и навевает как мысли, настроение. Очень много мероприятий проходит, да, и она рассказывает, кажется, о художниках, о поэтах. Поэтому мы стараемся приходить почти на все ее мероприятия, потому что она очень интересна. Она так от души все это и готовит, и рассказывает. Поэтому и Шишкина, мы тоже как бы известный художник, поэтому тоже пропустить я тоже не хотела. Творческий вечер в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина был проведен в рамках цикла «История одной картины». Крещение Господа или Богоявление – одно из важнейших христианских событий. В этот день православные всего мира вспоминают о том, как пророк Иоанн Претеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. О смысле и значении праздника Богоявления в жизни верующих пойдет речь в новом выпуске программы «Мытищи православные». Когда мы становимся христианами? Может быть, человек не воцерковленный, допустим, но поступивший в нужный момент жизни, в важный момент жизни по-христиански. Авторский проект Дарьи Ильинской о вере и жизни смотрите на нашем телеканале в пятницу, 21 января в 20.00. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее прогноз погоды. Напоминаю, наши новости также доступны на сайте Первого «Мытищинского» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте! В эфире киноафиша в студии Александра Сулимская. И сегодня я расскажу, какие фильмы вы сможете посмотреть на нашем канале. В субботу 22 января на нашем канале фильм «Балерина». Картина стала дебютом для танцовщицы Анастасии Шевцовой. С детства одержимое желание стать балериной Полина занималась у требовательного и строгого профессора Бажинского. С каждым годом девушка демонстрировала все больше потенциал. Родители Полины мечтали, чтобы их дочь танцевала на сцене Большого театра. Разрушив их мечты, главная героиня решила отправиться в Париж, чтобы работать с талантливым хореографом Лирией Эльсаж и попытаться найти свой собственный путь. В основу сценария картины лег одноименно графический роман французского художника Бастиена Вайвза. На роль Полины пробовалось более 600 танцовщиц, но в итоге роль получила Анастасия Шевцова. В рамках подготовки к роли актриса на протяжении шести месяцев осваивала современный танец. Также в картине сыграли Жюльет Бинош, Вероника Жавницкая, Алексей Гуськов, Нильс Шнайдер. Французскую драму «Балерина» смотрите в субботу, 22 января. Воскресенье 23 января на нашем канале шпионская драма о секретарше, предотвратившей Третью мировую войну «Красный кот». В главной роли снялись Джуди Денч и Софи Куксон. В дом пожилой английской леди Джоан Стэнли стучатся агенты секретной разведывательной службы МИ-6. Они предъявляют ей обвинение в преступлении, для которого не может быть скидок на возраст в государственной измене. Даже близкие Джоан не знали об ее двойной жизни, начавшейся еще в конце 1930-х годов. Накануне Второй мировой войны юная отличница из Кембриджа Джоан получила пропуск в закрытый отдел НИИ, где велись разработки ядерного оружия. В то же время она познакомилась с обаятельным иммигрантом и левым активистом Лео. Как выяснилось, ему было нужно от нее нечто большее, чем заверение в любви. Например, информация о новом мощном оружии, которое вскоре к ужасу Джоан было испровано на Хиросиме и Нагасаке. Эта шпионская драма основана на реальной истории государственной служащей Милиты Норвуд, которая успешно передавала русским секретную информацию о британской ядерной программе. Съемки приходили с ноября по декабрь в 2017 году в Кембридже. Режиссером проекта стал Тревор Нанн, известный по таким фильмам, как «Двенадцатая ночь» или «Что угодно» и «Леди Джейн». Помимо Джуди Денча и Софи Куксон, в картине сыграли замечательные британские актеры Стивен Кэмпбелл Мур, Том Хьюз, Бен Майлз. Драму о легендарной советской разведчице «Кот красный» смотрите «Воскресенье» 23 января. Ну а теперь о том, чем нас порадует следующая неделя. 24 января – хоррор по британской легенде «Не стучи дважды». 25 января – драма «Невероятное путешествие мистера Спивита». 26 января – тонкая драма с Алисией Викандер и Евой Грин «Эйфория». 27 января – готичная адаптация романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». 28 января – искусная драма с Алисией Викандер «Воспоминания о будущем». Какие фильмы вы сможете увидеть в выходные, расскажем в следующем выпуске. До встречи! 28 января – это не трасси-каф вピорantage. 28 января – в тактом и пакете, это не требовалось. 48 январь – вообще здесь сантиментов 5 есть! 28 январь – стрелка. 28 январь – это вот, beginners не твой. 29 январь – дай сюда руку! 28 январь – протяжу такая героя. 29 январь – все WheatSet. 25 январь – в саботы, такиеges листы. 24 январь – все добр realised. 29 январь – все добре. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас чувствую себя с помощью вакцинации удовлетворительно. Защитила не только себя, но и своих близких. По данным исследований рекомендуют именно спутник Лайт однодозовую вакцину использовать для повторной вакцинации, потому что этого достаточно ранее привитым и переболевшим для сохранения хорошего иммунитета против COVID-19. Субтитры сделал DimaTorzok